Продолжение следует... Продолжение следует... Дома жрать нечего, а у тебя заначка. Деньги где? Не видишь, меня трясет. Гуля, я не брала. Я тебе сейчас рожу разобил. Я тебе клянусь, не бей, не надо. Я тебе клянусь, не бей, не надо. Я тебе клянусь, не бей, не надо. Ты чё? 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 Я не пришёл. Прогнившие стены, обвалившийся потолок и вездесущая плесень. В таких условиях люди живут в центре города. Ты правда думаешь, что сдашь? А ты как думаешь? Все говорят, там платить надо. А ты не слушай. Прям как маленький, Дим. Ну попробовать надо? Или мне всё бросить и денег занять? Оно надо вообще? Глядишь, место Федотова займу. Чтоб не его место, надо со всеми вась-вась. А ты и так всем надоел, ещё учиться пошёл. Скажут, выпендриваешься. Обязательно скажут. Обязательно. Сейчас. Дим, за Антошу пригляди. Бать! Опять ломают. Мама. Сейчас вам ножки-то там подшибают. Ну ладно, не перестань. Уйди. Дим, ну может хватит? Ну сколько можно гонить, толку ноль. Да, а сколько можно ремонтировать? На этот раз точно поймаем. Ну, киселёки. Конечно. Ну что она делает, эта зараза, а? Спроси! Вот, бразотан, ноги оторвать. Не догнал? Узнаю, кто тут околачивается. К родителям пойду. Сходи, что толку? Нахрен пошлют. Ладно, пошли есть. Потом сделаю. Не жирно? А что без хлеба? Потом сжога. Спасибо. Еще положить? Мам, да дай, да есть. Ну что там не остыло? Да нормально, все, уж покути. На-ка, сынок. На-ка. На-ка любишь? На-ка. На-ка. Напорол ребенка конфетами. Он теперь вообще ничего в рот не возьмет. Ну, давайте час не будем, ладно? На-ка, давай. А потом еще голодный пищать начнет. Сам уже бегать, разогревать. Давай, вкусно. Ну, поймали? Да поймаешь их. Бегают, как кони. Да бросьте в эту лавку. Чего вы с ней возитесь? Вон уже соседи смеются сто раз чинили. Да лучше бы сами починили. На земле-то сидеть не смешно. А вот они сейчас силу-то почувствуют, лося здоровенные. На следующий раз он рога-то подшибает. Так мы этим ментов вызываем. Да, нам нужны они ментам. Они даже не подъехали на газон. Димка. Димка, я что думаю? Тут Ивлев гараж все продает по дешевке. Дачу и драндулет. Ну, сам тушь вообще никакой. Спился. Ссуду надо брать. Ну, то есть я все-таки не зря на право сдавал. Мам, ну я же говорил, мне за семестр платить надо. Отец, скажи ему. Ну, что сказать? Хозяин-барин. О, тюфиги. Никогда у вас ничего путного не будет. Никогда. Один кулаком в грудь всю жизнь бил. И другой собирается. Мам, ну потерпи ты. Два года осталось. Ну, купим мы этот гараж. Живите, как хотите. Да ты чего? А ничего! У людей вон все есть. А у нас стыдно в глаза смотреть. Здоровья никуда. У него давление скачет, спина у меня ноги. Я или до кухни дохожу. Ой, Ваня, вот разве мы думали с тобой, что нам так счастье долгнется? Ммм. Я вам 20 лет терапевтом в больнице отрубила. А теперь в том же кабинете полы мою. А че? А ты поди, проживи на пенсию-то, а? И ему тоже скоро на покой. Третий десяток уже с золой на кране своим дышит. Легкие забились. Каждую ночь дохает. Вот и думаешь. То ли группу раньше дадут, то ли... На лечение возьму. Да нахврена мне твое лечение. Мы зря, что ли, болячки с ним зарабатывали. Да человеком стать. Ну, чтоб все как у людей. И у Антохи, чтоб тоже. Ложь. Такой я что, не человек? Да дурак ты! Ты отстань ты от них. Вот сидит, учит. Ну, что тебе от них-то надо? А я мать. Это тебе никогда ничего не надо. Одно семя. Завелась. А че, не так? Всю жизнь нам чужого не надо, нам чужого не надо. А у нас вон, ни чужого, ни своего. Вот ты и сидишь правильный. В грязи всю жизнь. На толку. Рот закрой. Достала. Да кому-то нужен пыль кусок. Ты и тут-то всем надоел. Правильно. Тебе в первую очередь. Все прям воруют, все, как могут, а я не... А ты болта с Врановым в дом не принес. Вон трубы текут, а тебе похрен. Корочевы и те заменили. Да он их со склада оттянул. Да ты утони этот правильный. Люди для кого тащат? Для себя. В дом. А ты для кого? Чтоб себя пальцем не тыкали. А в итоге в тебя и тычат. Бояться он, как больного. Знаться никто не хочет. Ой. Дура старая. А ты молодую себе найди, а? Спасибо. Пожалуйста. Бать! Да пусть идет. Ну че вот ты? А че? Бать плохая, да? Вырастила и... Достала. Что за деть, пошли, а? Бать, ты не слушай ее. Прихожу на работу. Мужики в кучку шифруются. Иди сюда. Че? Надо трубы со склада упереть. Нержавейка. Я говорю, это чужое. Они теперь не здороваются. За километр обходят. Права мать. До шестидесяти лет дожил. Ни друзей, ни врагов. Все дураком считают. На работе что? Не воруешь, работаешь. В подъезде что? Лампочки вкручиваешь. Во дворе вот что? Лавку каждый вечер ремонтируешь. Дурак и есть. Ты не дурак. Да ладно. Димка, из диспетчерской звонили. На вызов собирайся. Мам, ну скажи, что я выходной. Срочно сказали. Филимонов запил. Ладно, пойду я. Давай. Андрюх, ты внизу перекрыл? Ты что хочешь, весь дом без воды оставь? Да стремно. Погляди, как она лопнула. Слушай, давай шеф приедет. Ну, во всем разберется. Я один из девятнадцати, как слышу? Все мозги уже пропили, пора. Ага. Да, давай, тут не фирт. День 18, День 18. Нормально все. Дела семейные. Пил давно. А что? Ничего, уколы не сработают. Дай бог. Пусть помучается, скотина. Девка вся в крови. Пошла ты, стерва. Поговори мне еще. Третий день с похмелья. Терпел, не отпускает. Сунулся, денег нет. Чуть инфаркт не стукнул. На мое место встань. На твое хрен встанешь. Печени не хватит. Множок несерьезный. Оспаривай просто. Мы сдам на ночь, намажешься. А выпьешь, укол не сработает. Так что, думай сам. Забирать его. Ему на работу завтра. Опять без премии оставят. Пиши. Опять без премии. Девчонкин. 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 Мальчики, что ли, с трубой не справились? Так мы не знаем, в подвале перекрывать или нет. На хрена в подвале-то? Ну ты сам погляди. Чеху жалела. Девку пожалела. Сапоги у него подбудились, новые надо брать. Каждый день муки муха, распарение. И что кота за яйца? Делать будете, нет? Слушай, закройся, а то сейчас сам будешь делать. Стена несущая. Ну так тебе видней. Быстрее. Че это он? Пошли. Ну что, спать будем, я кружу. Я с тобой не лябочку. Мы с ней вместе, а ты на сапогу. Да ладно. Руки убери. Продолжение следует. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Дима, ты студент хрен, у тебя экзамен, что ли, завтра? Закрывай глаза. Дима, ты что, обалдел, что ли, что ты творишь? Куда это ты намолился? Я не знаю, что он вскочил. В общагу, в 32-е. Ну, где я сегодня был, понятно? Непонятно. Ты про что? Я в смысле, ну, вы понимаете, про какую я говорю? Ну, ничего. В общем, плохо там все, здание еле стоит. Крем, трещина, не сегодня, завтра рухнут. Да господство тоже. Да я серьезно, я вот сейчас сам расчеты посмотрел, устойчивости девятиэтажного дома. Больше суток не простоит. Ну, к Федотову завтра сходи. Да там фундамент сыпется на глазах, оттуда сейчас людей надо выводить. А ты что, полоумный, да кто тебе разрешит-то без проверки? Там люди тридцать лет живут. И на тебе, на улицу ночью. Это ж, это ж ЧП. Сейчас, надо, сейчас. А как сейчас? Ты телефон Федотова знаешь, звони. Да этот Федотов делать ничего не будет. Он на капремонте распилил, пошлет. Вы телефоны чьи-нибудь из администрации знаете? Мать знает. Кого? Разуми их, главный бухгалтер, а теперь у мэра. Вы же подруги. Ага, я ее сто лет не видела. Буду я тут ей сейчас. Ночью со всякой ерундой звонить. Мама, это не ерунда. Люди могут погибнуть в любую минуту. Звони. Дима, не ори. Че ты орешь? Звони, я сказал. Вот. Вот телефон саму звонил. Бешеный. Ты это серьезно? Очень серьезно. Ты понимаешь, что ты ничего не добьешься? Если тридцать лет ее никто не ремонтировал, кому она сейчас будет нужна? Да, 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 я все понимаю. Панику поднимешь и что? Во-первых, жильцов уже надо куда-то сегодня ночью девать. И не у всех родственники. Куда их? С чемоданами, с детьми, на улицу, на холод? Да, мам, ты где? Потом они будут требовать расселения, а то мэрию наше не знаешь. Они воруют, как крысы. Пойдут жалобы наверх, потом суды и увольнения. И если станет ясно, что ты прав, будет легче просто заткнуть тебе рот. Че, меня грохнут, что ли? Да ладно тебе, Дима, лучше Антоха укладывай. Алло. Алло, тетя Галь? Да, здравствуйте, это Дима Никитина. Да, простите, что так поздно. Тетя Галь, помощь нужна, срочная, да. Мне нужно встретиться кое с кем. С мэром. Да, с Галагановой. Нет, 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 на прием мне не надо, нет, 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 на прием мне... Это срочная, я не шучу. Правда? Где? Понял. Сейчас буду. Ага. Чего я не сказал? Юбилей Галагановой в ресторане все его правы отмечают. Вот и собрание лучше не придумаешь. Да не, пьяный сейчас всем нужен, ты... Да, может, и лучше, что пьяный, а не подобрее. Увидим. Ты уверен? Ждите. Господи, господи, он заварил кашу, а? Господи. Иди, чай поставь. Ой, господи. Ага. Музыка. Корректор А.Кулакова Галаганова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спокойная дно Спокойная дно Спокойная дно Спокойная дно Спокойной дно Слышь, ты что? Прям плохо так, что ты такой паленый. Сама ты паленый. Давай закусывай. Извините, мне бы Галаганову Нину Сергеевну найти. Взяли, она молодой человек. Спасибо. Только она замужем. Хорошо, буду знать. А я нет. Ну, ты все, это же надо. Ты же знаешь, конечно. Куда? Туда надо. Опять к ней? Иди бухай дальше. Разведусь, тварь. Разведусь. Давно пора. Три года обещаешь. Чумового настроения. Из-за упривок любви. С днем рождения. С днем рождения. Спасибо, днем рождения. Простите, поздите. Большое желание. С днем рождения. Давай, подъем, подъем, давай. С днем рождения. Любая любви доходного окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Дорогие друзья! Внимание! Внимание! Поступило предложение не только поднять бокал за здоровье нашей замечательной Нины Сергеевны, но и сказать сегодня о главном. Мы все здесь желали ей здоровья, долгих лет жизни, счастья родным и близким, но главное, чем мы обязаны ей, нашим прекрасным цветущим городом, который растет и хорошеет с каждым годом. Жизнь, которой гордятся жители нашего города, это полностью-полностью ее заслуга. И я прошу в этот замечательный вечер сказать слова благодарности самых близких людей. Прошу вас! Ну, приехал я сюда, значит, лет 20 назад. Ну, пошел, значит, оформлять землю под завод. Захожу в реестр и вижу, сидит девочка, худенькая такая, платье со шкафом сливается. Ну, я ей говорю, подай, принеси, а она на меня внимания не обращает. Ну, я, значит, смотрю на нее и говорю, большим начальником будешь. А звали эту девочку Нина. И была Нина из простой деревни, а у мамы ее было шестеро детей, одна корова и папина могилка на заднем дворе. А еще 20 лет назад был здесь такой котух, чтобы по улицам пройти, нужно было нос затыкать и глаза закрывать, чтобы с горя не напиться. Ну, в общем, один большой сортир. И вот прошло 20 лет. Думаю, домик себе купить на окраине и переехать на старости лет туда со всей семьей. А все ты, Нина, Сергей. А многие, кстати, за глаза, правда, и по-другому зовут. Ну, что скрывать? А ну, все хором! Мама! 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 Выпей за моё здоровье. Я правда не могу, у меня срочное дело. Да выпей, выпей. Дела вовремя. Знакомы? Пока нет. Не хочет знакомиться? Никитин Дмитрий. Нина Сергеевна, случилось ЧП. Ну какое ЧП? Аварийная ситуация в одном из общежитий Амикор район. Ну а почему ко мне напрямую? А что Федотов не может разобраться или заместитель... Боюсь, что Федор Матвеевич не обратит должного внимания, потому что до этого не обращал. А дело может кончиться большим количеством смертей в ближайшие часы. Я прошу вас, соберите собрание главдепартамента. Пожарная, полиция, скорая помощь. Нужен будет план действий, а я всё подробно расскажу. Нина Сергеевна, я всё понимаю. Юбилей, но ей-богу, беда может случиться. Я без шуток. Емельянов! Главных собираем в малый зал. А кого имя, Анна Сергеевна? Ну, они просто пьяные все. Саябин в дым домой уехал. А, значит, Тульского жена забрала... Прозвонись! Пусть возвращаются. Плевать, что они будут делать. Пусть блюют, пьют таблетки, но будут здесь. Ну, смотри, Дмитрий Никитин. Бригадир ремонтников. Ты вместо встречи нам позначишь. В кафе за столиком. Удачи! 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 Спасибо. Ты чего воду мутишь? Садись давай, Федор Матвеевич. Ну? Просвещай. В общем, Нина Сергеевна, в микрорайоне А в 32-ое общежитие на вызов приехала бригада. Лопнули трубы с горячей водой. Ребята посмотрели, дело худо. Вызвали меня. Почему не Филимонова? Он главный инженер. Запил он, Федор Матвеевич. Третий день уже пошел. Да дело не только в трубах, это ерунда. Они лопнули из-за смещения несущих стен. Общежитие построили, насколько я понимаю, еще до основания города. В коттеджный период это получается 40 лет назад. 38. Тем не менее. Капитального ремонта толком ни разу не было. Ну, а как это не было? В 84-м. Три года назад. Федор Матвеевич, я сейчас не готов спорить о качестве этих ремонтов. Речь идет о том, что здание может рухнуть в любую минуту. А что ты решил, что оно прямо вот в любую минуту рухнет? Вот возьмет и рухнет, да? Да. Практически пока мы с вами разговариваем. Там две огромные трещины через все несущие с первой по девятый этаж. И крену всего здания. Фундамент крошится и ползет. Там вибрацию блоков видно невооруженным глазом. Ну и сколько там человек? Толь, ну кого ты служишь-то? Тут комиссия нужна из области и специалистов штук десять. Параметров-то вот сколько. А этот небось, а, присунул какой-нибудь? Квартирку пообещал, вот суетится. Федор Матвеевич, сейчас два часа ночи. Таткнись! А что, верно. Шары подкатил? Расплачивайся. Кому я присунул-то? Езжайте и посмотрите, там ребенку ясно что-то. Ребенку может и ясно, а нам не ясно. Ты что, главный инженер по жилфонду? Нет. Вот именно. И ты! Фундамент, крен. Ты сам-то в этом разбираешься? Да, я сейчас в строительном втором курсе учусь. Корочка нужна, чтоб повыше подняться, да? Да помолчи, сказал Матвеевич! Там правда невооруженным глазом видно. Коэффициент устойчивости девятиэтажного здания не допускает крена даже в пять градусов. А там завал градусов на десять. Крен уже за пределами допустимого отклонения от перпендикулярной прямой, по которой действует сила тяжести. Формально это значит, что дом уже падает и упадет в любом случае. А учитывая угол отклонений, не вдаваясь в расчеты, здание не простоит больше суток. А учитывая уголок и Ну, ты понимаешь, что в этом случае нужно объявлять дом аварийным, а людей всех срочно эвакуировать? Да. И сколько их там? Тысячи? 820. 820. Которых нужно расселять. А города проблемы с жильем. Давайте, давайте. Вызывайте комиссии из области. Пусть они проверяют, пусть они принимают решения. Я на себя такие расходы не возьму. А в тюрягу ты хочешь? Вон, Павлович, нас устроит по дружбе. 800 человек. Ты представляешь, если это рухнет? Ты на капремонте отрезал. Я не проследил. Нам обоим тюрьма. Я отрезал. Ты на капремонте отрезал. Да ладно, Федь. А у зятя твоего дом сам собой вырос, что ли? Или на твою зарплату? Ты что, варежку открыл? Тебе про твой дом рассказать или про его? Давай вот этому щеглу сейчас расскажем. Кто с кем сколько отрезал? Как мы тут вообще выживаем? Руки друг другу моем. Какие руки? За базаром следи. У меня свой огород. Да какой у тебя огород? Тут весь огород. 200 соток и 30 тысяч голов. Один провалится, всех за собой потянет. Журналюги приедут, полетимся, как фанера над Парижем. У меня все нормально. Проверки были, раскрываемость в норме. Наркоманов нет. Проституток вообще нет. Так что, это вот ты с Матюгином на его пожарке полетишь. Ой, ну давай, 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 пугай. А проститутки-то где? Гарем открыл, что ли? Рыба с головы тухнет, Сережа, забыл? Если я тухлая, то и вы все тоже. Вас тоже шмонать начнут. За 800 человек и у тебя говнецо найдется. У тебя что, самое святое УВД? Так, поезжай давай с ним. На месте все посмотришь. Если все как он говорит, ну, будем думать. Пойдем, Баламут. Дим, задержись. Будет пугать, уговаривать не слушай. Он мужик хитрый, ушлый. Сейчас рукой махнет на все, а нам расхлебывает. Да и людей жалко. Я с ним поеду. Федотов сейчас злой, а парень пороха не уехал. Давай, а то с Богом. Мой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Показывай. Сюда. Ну вот. Что? Что? Трещина идет через все этажи до основания. Эту трещину я видел уже два года назад. Хорошо. Смотрите. Стена сыпется, фундамент ползет. Куда ползет? По осени от дождя грунт проседает. Ты, строитель? Ладно. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Ну и вонь. Канализацию почини, вонять не будем. Канализацию починить. Канализацию починить. Канализация починить. Да ничё, сейчас по коридору летать будешь. Ну ладно, мужики, без обид. Дочь деньги из дома таскать, мне на лекарства надо. Она надурит, сука. Пойду покурю. Тут мозги чинить надо, одна шварь живёт. Вот и воняет. Да тут разные живут. Иди отсюда! Мы из ЖЭКа. Тут начальники со мной. Фёдор Матвеич, здрасьте. Мы в ванную пройдём? Конечно, конечно, проходите. У нас тут беда за бедой. Сначала трубы, а потом этот взбесился. Скотина, дочь родной, представляете? Его бы забрать, а менты, простите, не забирают. Ай, хотя сама отпустила, дура. Помогите. Что? А, разберёмся. А когда починят-то? А то перекрыли, а не постирать, не заготовить. Скоро, скоро. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. А ну, разошлись. Ага, щас. Чего? Ладно, ладно, не связывайся. Отморозки они все тут. О, глянь, сейчас дорогашка выползет. Мы с Жека, можно пройти? А ну, пошли отсюда! Шпана! Хорош, бабка, иди раскуривай. Морщи! Ходил. Хорош, бабка. Хорош. Хорош. Ты как разбуканец, он как разделся? Незаграй, мил. Хорош. Хорош. А я не сказала, а ты что? Сколько ты спросила? Греби. Греби. Пойду отолью. Мужики, вы что тут делаете? Да мы из Жека трубы смотрим. А мне похер. Моется раз в неделю. Воды сейчас много. Снег за окном взял и нормально. А если грохнется, тоже похеру. Такая жизнь. Правильно? Мужики. Пойдем. 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 Все правильно. Давай подниматься. Слышишь, что? А что с Бубрами-то? Что-то серьезное? Не знаю пока. Слышь. Не спится? Что? Ну, время позднее. За такую шваль, как мы, переживать она у тебя упала. Я смотрю, всегда больно. Какой есть. Пойдем. А вы что тут делаете? Пошел тут. Ну и домик. Не говори. Ну, сюда. Зачем бутылка? Вот зачем. Идите сюда. Смотрите вниз. Только осторожно. Далеко? Метра три. Тихо. Продолжение следует... Продолжение следует... И скажи там на кухне, пусть подсуетятся с горячим. Там многие уезжают, собираются. Гостряков так сильно обижается, что у вас нет. А ты сделай так, чтобы не обижались. Как я к ним сейчас выйду, у меня глава другим забита. Так может отпустить людей-то... Сейчас! Чтобы не поняли, что у нас бардак. Напои их, чтобы они уснули. А про меня скажи. Ребенок приболел, скоро приеду. Понял. Пойдут слухи по области. Соседи молчать не будут, им больше дадут из бюджета. Главное, чтобы общага не рухнула. А то и слухов не надо будет никаких. Ну? Ну что? Плохо дело... Упадет, наверное. Даже так? Не знаю. Наверное, прав, Никитин. Давай людей выводить. Ой, говорил же я тебе. Ох, напляшемся. С этим микрорайоном. Строили на скорую руку. Место хреновое. Почва вон ползет. Давно надо было расселить и снести к чертой матери. Куда расселить, умник? Давай-ка, достань мне из штанов два корпуса по сто квартир. Давай. Строить надо было, когда деньги давали. Пожадничала? Выйди. Выйди! Я половину бюджета в области откатываю. Половину! У нас же там вся дума с курортов не вылезает. Машины, квартиры, дачи, жены в золоте. А за ртачи все вообще ничего не дадут. А что там было-то в этом году, а? Крышу к утронам полить и трубы поменять по магистрали. А бюджетникам дай. С голоду пухнут по три самоубийства в год. А инвалидам сколько в очереди на бесплатное лечение? А детдома? А многодетные семьи? А роддом построила? Я их что, печатаю, что ли? А самой есть пить, детей поднимать? Я себе здесь нервы треплю. Я все девяностые под смертью ходил. И да и сейчас не лучше. Чуть что шишки на меня. План по налогам дай. По военкомату дай. По выборам дай. То ли завтра позадь, то ли по головке погладит. А я жить нормально хочу. У меня три шрама на башке. Язва, гипертония, два развода. А я женщина. Я мать, я жена. Я нормально жить хочу. И ты хочешь. И поэтому себе кусок отрываешь. И о людях ты не думаешь. Да похрен у тебя, у кого стены сыпятся. У кого крыша течет. Тебе бы свою крышу поскорее доделать. Дом-то у тебя, я посмотрю. Не хуже моего. Четыре этажа. А Васька твой. Оборвот избалованный. Насильник. Наркоман. Шесть приводов. Два суда. В Москве живет в своей квартире. Платно учится на экономиста. У этого скоро от насморка больные дохнуть начнут. Ни зеленки, ни ментов. Все тащат. Все прям. Оборудование купила. Кому-то продала половину. Хрен знает кому. Если б я тебе не помогала, подорожникам бы уже лечить начала. Вот у нас. Из ментовки свою охранку сделал. Крышу. Ладно. Глаза закрыла. Работай, Сереж. Зарабатывай. Давай. Я тут вообще непонятно, чем занимается. На жопе сидит, бумажки подписывает. В городе 10 лет пожара не было. А из бюджета дай. На шланги дай. На технику дай. Еще хрен знает на что дай. Да, я вас со всех себе отрезаю. А у кого здесь рылок-то чистый? Может, кто-то на мое место хочет? Ради бога! Ты только не потянете, вы охлаки. Сосете сиську потихоньку. Чуть что? Мама ответит. Мужики называется понос. Да ладно, Нинь. Ну, чего ты их жизни-то учишь? Вчера родились. Я тебе так скажу. Как жил нормально и побирался, так и жить буду. И мне плевать, кто и как на меня посмотрит. Не можешь взять? Живи червяком в навозе. Там тебе и место. Да заладили. Коррупция. Да тут вся страна на взятках. У меня мать от рака помирала. Так еще при советской власти на лапу просили, чтобы лекарства достать. А сейчас без денег вообще никуда. Красиво вы тут исповедуетесь, граждане чиновники. А делать-то что будем, а? Время-то не ждет. Что делать? Людей выводить. Это официально? Ну, конечно. Тогда я звоню своему непосредственному начальству. Это зачем еще? Регламент такой. Да ну и чего нам сейчас бучу-то поднимать? Ты выведи людей до утра. Утром мы подгоним технику, строителей. Может, там сделать что можно? А косяки потом все на меня свалите? Или вон на него? А что людям-то говорить? Они же не попки. Пронюхать, что это дом аварийный, ведь назад их не загонишь. Ну, придумайте пожар. Какую-нибудь аварийную ситуацию. Ну, что угодно. До утра-то можно мозги проконопатить. А утром приедут эксперты. Ну, если ничего сделать нельзя, ну что? Будем расселять. Поеду вон к Сафронову, в ноги брошусь. Он целый квартал строит. Ну, идите. Ну, давайте, ну, делайте что-нибудь. Так. Документы все изъяли в машине. Надо будет, потеряем. Что у тебя? Ну, плохо все, Нина. Дефицит по капитальному ремонту 120 миллионов. Господи. Потратить мы их, конечно, могли. Но где мы их нарисуем? Такие деньги везде видны будут. Если ты, конечно, новая стройка. Но Сафронов строится инвесторами. К нему не подлезешь. Что пожил в фонду? Так. Живут 820 человек. Если срочно расселять везде с аварией, то всех. Ну, 600 минимум первые два месяца. Это 200 семей. Из них, значит, 83 многодетных, 27 инвалидов, 10 ветеранов. Около 62-шек, остальные однушки. Думаю, пожил в фонду где-то 260 миллионов. Ой, твою мать. Ой, мамочка. Ой, дура ты, дура. Не, не. Так. Таня, найди Сафронова. Он в зале? Часа два назад уехал. Сейчас я сама к Сафронову поеду. Нин, подожди. Ну что? Некогда, видишь? Хочешь сказать, что поехали со мной? И вызови еще одну бригаду. Ну и что, разбуди газовикам сообщи. Там вроде газ. Хотя не помню. Давай, уточняйте. Все, собирай, ребят. Два расчета, не меньше. Проверьте шланги, снаряжение. Уж сколько не использовали-то. Сцепление не забудь выставить. Длина? Какая там длина периметра? Сверхурочные, абсурдия. Ты мне одолжение не делай. Что на биржу труда захотелось? Давай три скорых, каждый врач и два санитара. Все, мужики, понеслась. Стойте! 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 Ну стоим, чего? Отбой. А че так? Ждем. Кого? Не знал, он сказал ждать. Понятно. Пошли, мужики, накатим. Эй, баламут, че встал-то? Пошли! Язвеник! Что же, язвеник! Самообзвесивание, с кем-то все делаем. Оттуда же задачка и погнали. В дом не приглашаю, прости. Там о таких делах говорить не стоит. Мать приехала, сестра. Паша, мне срочно нужно расселить шестьсот человек. Нужно двести квартир, два корпуса. Помоги. Ну ты в своем уме? Откуда я тебя возьму? Как? А ты же не заселил девятиэтажки на энергетиков. Там все квартиры проданы. Еще до начала строительства, ты знаешь. Паша, на пару месяцев. Очень надо, помоги. Сейчас со дня на день придет бюджет, я у тебя их выкуплю. Что? Выкупишь? Меня посадят. Ну на месяц хотя бы, ну дай ты мне отсрочку. Ну я придумаю что-нибудь, сейчас перекручусь, выселю кого-нибудь. Ну распихаю я их куда-нибудь. Нет, у меня инспекция каждую неделю. Показы жильцам, там никого не должно быть. Ты что делаешь, сволочь-то эдакая, а? Я ж тебе эту землю за бесценок отдала. Совесть-то у тебя есть, сволочь ты. У меня 800 человек в этом аварийном здании. И если я их сейчас выведу, не расселю никуда. Ты понимаешь, что будет? Проверка по бюджету жилфонда. И упекут меня за хищение, как Сорокина, лет на 15. Ничего тебе не сделают. Ты губернатору отстегиваешь? Отстегиваешь, голоса ему даешь. Вот и все. Начнут давить. Скажи, что сдашь. Припугни. Он тебя отмажет. Или грохнет. А меня не грохнет. Прости, Нин, не могу. Мне в 90-х инвесторы людей на части рвали. Извини, не могу. Не, тут вариантов нет. Нет. Я не поняла. Из общаги никого выселять нельзя. А как быть? Под обломками всех похоронить? А кто сказал, что точно рухнет? Никитин. Малкасус это? Который под Федотова сто процентов роет, чтобы его место занять. Или Матюгин этот бездарит упица. А риск? Ну, риск, риск, риск. Риск всегда есть. Это твои деньги, стройки у Сафронова? Не. Ну, прекрати. Твои? Я сейчас видела, как он на тебя смотрел. Ну? Мои. А люди? Живые люди, урод. Закрой рот, сука. Давно-то о людях стало думать. Когда 800 человек разом сдохнуть может, а когда они по одному дохли, ты о них думала? Когда себе от каждой статьи в бюджете отрезала, думала? Дороги говно, яма на яме. Сплошные аварии. Народ спивается, режет друг друга. Потому что в городе нормальной работы нет. И зарплата три копейки. Молодежь скурвилась, скололась по подвалам. В школах бардак. Учителям и врачам жрать нечего. Старикам и инвалидам лучше вообще не жить. Мы с тобой все это время. Я сколько для тебя сделала, ты ж всю жизнь от меня кормишься? Да если бы не я, ты бы так секретарше в реестре и сидела. Потому что ты никто. А я кто? И наверху об этом знают. Ну. Ну чего ты? Чего ты слюни-то распустила? Здесь либо человеком живут, либо скотиной. на всех хорошей жизни все равно не хватит. Поделье на всех. И никому ничего не достанется. И все будем одинаково нищие. Ну. Так лучше будет? Нет? Я тебе помог человеком стать. А ты кусаешь руку, которая тебя держит. Ты подумай хорошенько. Ты с ними или с нами. Посылай. КОНЕЦ Что дальше делать? Сейчас придумаем. Садись. Пожрались собаки, и мусс не дует. А им-то что? У них начальники поменяются, они как работали, так и дальше будут работать. Хватит сопли распускать. Не случилось еще ничего. Я иногда думаю, нахрена я в начальники пошел. Работал бы хирургом, резал потихонечку. Тебе на стол, не дай бог попасть. Ты почечку отрежешь про запас и продашь. Я гляжу, ты бессеребренник. Много жуликов поймал. Вас поймаешь. Вас сажать начинаешь? Вы сразу на лапу даете. Я человек русский. Я не взять не могу. Федор Матвеевич. Ну, я сказал. И откуда это ты такой взялся? Другой поглядел, рукой махнул, да и спотлег. Тебе что, больше всех надо? Там же люди живые. Живи людей! Шваль! Отбросим! Может, им и надо на тот свет. И детям. Это те, которые дольку куря дотрахаются по чердакам? Что из них вырастет? Ты мне скажи, что из них вырастет? Ты, парень, зубы-то не точи. Мы тут калачетертый, старый жизнь видели. И особенно. В этом общежитии у каждого второго судимость или привод. Было бы меньше таких общежитий, глядишь, и мир чище был. И нам, нормальным людям, жизнь проще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Сейчас. Да. ПЕСНЯ Ну что, все в силе, эвакуируем жильцов, ждем комиссию. Галаганова там хочет переговорить о чем-то с вами, троими, на месте. Мои реметы сейчас вас довезут, собирайтесь. Да мы и сами доедем. Пьяный? Нет, я как начальник полиции против. ПЕСНЯ Ну что, все по домам давай. Ну глянь, под конвоем поедем, засадись, сейчас не до шоток будет. ПЕСНЯ 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 Мужики, а чего у вас так мало? Сейчас снаряд подъедет. А куда мы? 32-я это в другой стране. Не дергайся и езжай, куда ехали. А чего не дергайся-то? Не туда едем. Куда надо, туда и едем. Слышь, если ты дороги не знаешь, давай я за руль сяду. Заткнись ты! Я не понял, ты с кем разговариваешь? Агалаганова, сука. Ау, и страшная баба. Ты че, старый? Толя, дом рухнет, а мы с тобой сбежали. И как ты сказал, я урвал тебя, отстегнул, ты не проверил? Вот, на нас двоих и свалят. Саябин, сука. Хана нам, Толя. Да ты че, с дуба рухнул? Там 800 человек. Да она их выведет. А дом, говорю, на нас свалится. Вы че, мужики? Вы че, нас грохнуть хотите? Че ты молчишь-то? Закрой рот и сиди ровно. Стоять! Назад! Парня отпустите. Сантехник. Кому он нужен-то? Он ничего не скажет. Да вы че, охерели что ли? Что за цирк, блядь? Рот закрой. Че? Иди. Забирай семьи, чтобы ночью тебя не было в городе. Засветишься и нас подставишь. Найдем и убьем. Че встал? Ну ты правда дурак. А ну пошел отсюда! Ну! Музыка! Музыка! КОНЕЦ Да внеси ты его. Чего он тут? Да ладно, мам. Ну и где он? Есть. Где-где? На работе. Да какая сейчас работа? Вон, 3 часа ночи. Такая. Собирайся, мать маги. Ее вещи Антохина мои. Ты чего не ошиблась? Что случилось? Нет, время, быстро, собирайся. Господи, господи. Что случилось? Не спрашивай, мать. Еле живой остался. Уезжать надо надолго, иначе... Ой, господи. Сокрой все богомольные! Делай, что тебе сказали! На машине? На такси стрёмную попутку поймаю. Сейчас у соседа попрошу. Так не вернусь, бать! Ничего, не обедней. Собирайся! Я сейчас прогреек подъезда подгорю. Спасибо. Летний брать? Все брать, и деньги все, какие есть. А на сколько вы? Ну, всегда, мама. Маша! Маша! Машенька! Сядься, сядься. Господи! Ой, господи! Ой, господи! Заканчивай мафию, и двор разбудишь! Маша! Маша! Главное, я тебя спрашивать не буду, куда направишься. Ну, не знаю, пока же по дороге буду. Главное, из города выехать. Давай. Приедем, позвоним. Мама! Он наиграл! Он наиграл! Все, 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 все. Ладно, все, все, все. Все, 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 все. Поезжайте. Садись, садись. А то сейчас Фирт проснуется. Она так и будет быть, пока не уедете! Давай… Господи. Тихо, тихо, тихо. Мика! Мика! Ты чего за ног?! Тихо, тихо. Мика, тихо. Мика, тихо. Поехали. Хорошо напоили всех. Полосукину разорили. Но завтра утром хрен кто что вспомнит. Да. Сделали? Чисто? Добро. Давайте по дому. Стволы сбросьте. Я знаю, что табельное. Спишем. Главное, чтоб тела не нашли. А то запалимся по глупой. Все. Сделаю. Господи, прости нас. Бог такую жизнь придумал. И нас жить заставил. Я нас одену все. Давай. Главное. Что? Ура. Что? Ура. Ура. Кула. Мой ты сейчас С полосохими с олочи Да не вой ты Вышлим полосохи, но пусть в другом городе задом крутят А своего пришлёшь ко мне Я ему расскажу, как жёнами надо жить Успокоился? Уснул Что случилось? Ты прогнила там всё, Маша Где там? Вы прави Вы прави Какой гадюшник Вор на воре Сожрать готовы друг другу Ублюдки А когда поняли, что обосрались, решили своих же подставить Посадили меня с Федотовым и начальником пожарки К ментам в машину Отвезли подальше А Матвеич человек Я не ожидал Заступился Меня и отпустили А Матвеич человек И куда мы теперь? Нам надо из города выехать Переночеваем в гостинице А утром обязательно что-нибудь придумаем Обязательно Ну, спасибо тебе Жили горе не знали О чём ты думал? О людях, родная А мы с Антоном не люди? В общаге восемьсот человек И все твои жёны и дети Маш, не надо так Как так? Я ж не знал, что всё так повернётся А как? Как ещё оно могло повернуться? Если они воруют годами и весь город высосали Ты что им пошёл правду доказывать? Ты на что рассчитывал, что они расплачутся, будут свою вину заглаживать? Людей спасать? Да нету для них людей Понимаешь? Для меня есть! Для меня! И надо было попробовать И я на себя восемьсот смертей не возьму Поняла меня? Поняла Я всё поняла Я всё поняла Связалась с Еродиевым живём учись Ну так не живи! Прости 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 Я же им доказал, что здание рухнет Они хотя бы сейчас людей оттуда выводят Откуда? Вон она твоя общага Нету там никого! Успят люди! Блять! Что ты стоишь тут? Поехали! Ни ментов нет, ни пожарки А ты крикни ещё громче! Может они появятся? Они должны ведь были быть! Кому они что должны? Ты чё как ребёнок? Ты в каком мире живёшь? Тебя только что чуть не убили! Проснись! Поехали! Поехали! Ты чё? Бери Антона и уезжай! Это как это без тебя что ли? Да, я остаюсь Ты нас бросаешь? Маша! Я никого не бросаю! Ты не понимаешь! Они людей не выводят! Они их решили там оставить! И что?! Не зли меня! Садись и уезжай! Права у тебя есть! Ура, да ты чё делаешь? Да ты послушай себя, дура! Там сотни живых людей, сотни! Совесть есть у тебя, нет? Нет! Тим! Они нам никто! Заткнись! Маша! Хорошая моя! Уезжай! Ты не видишь, что я тебя сейчас ненавижу? Неужели ты не понимаешь, что мы живем как свиньи и дохнем как свиньи только потому, что мы друг другу никто? Вы не понимали, что ты? Хорошая моя! Ты готова. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Доня, выпей. Легче будет. Ты почему здесь? Так надо, мам. Сволочь! Никого не жалеешь! Уезжай, слышишь, если тебя поймают, дурак! Сейчас, сейчас, сейчас. Если поймают, то ищай к ним! Успокойся. Ты че? Да не смог я. Люди погибнут. Сейчас мимо общаги ехали, ничего не происходит. Людей не вытаскивают. Да потому что ты всех взбаламутил, дурак! Начальство-то виднее, поумнее тебя будут! И ничего она не рухнет, слышишь? Ничего! Это что на себя столько смертей-то возьмет, а? Дурак, что ли, твой Федотов? Да убили Федотова! Галаканова концы обрубает. Че думаешь делать? Засвечусь. Убьют. Люди вообще-то знают, что дом по швам трещит. Нет. А че ты молчишь? Пойди и расскажи. Ты кто меня слушать-то будет? Кому охота среди ночи без угла на улице остаться? Это надо, чтобы все как-то официально было. Чтобы информация сверху пришла. А кто я? Я сантехник! А ты уверен, что дом рухнет? Уверен? Прости нас, матеря, сынок. Да ты че, батя? А че мы тебе дали? Жизнь. А че с ней делать? С такой жизнью. А вот погляди на нас с матерью. Собатимся каждый день. Ни любви, ни осталось, ни радости. И тебя жизни не научили. Все, что с тобой случилось, это наша вина. Перестань, батя. Люди вагонами воруют. Миллионами. По головам идут. Живут горе, не знаю. А ты эти сраные трубы чинишь. Людям помочь хотел. От смерти сберечь. Тебя ж того, гляди, грохт. Уезжай, сынок. Никогда тут по-другому не будет. Никогда. Славы, евро. Земля. Тебя, хищник. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тем, кто ложится спать спокойного сна Спокойная ночь Я ждал это время и вот это время пришло Те, кто молчат, перестали молчать Те, кому нечего ждать, садятся в седло Те, кому нечего ждать, садятся в сад Спокойная ночь Спокойная ночь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А тем, кто ложится спать спокойного сна Спокойная ночь Спокойная ночь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok